Два подотряда хирурговидные и волосохвостые в этом клипе. Семейство хирурговые характеризуется тем, что у них на хвосте есть такой специальный шип, который также походит на скальпель, поэтому их прозвали рыбохирурги. Причем они могут его убирать в тело и высовывать из тела. В целом хирурговые это небольшие рыбы, вот такие достаточно яркие, 15-60 сантиметров, такие толстенькие, иногда однотонные, они могут быть иногда оранжевые, зеленые, 300 видов этих хирургов. Тропическая зона, сразу видно, что тропическая рыба такая, невидавшая ее жизни такая красивая, чересчур для северных морей. Много их на самом деле, 300 видов, ктинохеты, рыбы-единороги, зибросомы. Живут у дна, обычно среди кораллов и скал, поэтому яркие. Глубина не больше 30 метров, то есть в принципе они такие при береге. Ну вот полосатый хирург, на картинке широко распространенный, 25 сантиметров. Полосатый хирург может быть от юго-восточной Африки до западной Мексики, прямо повсеместно. Взрослые полосатые хирурги живут в прибрежной зоне у коралловых рифов, могут ходить поодиночке, стайками, косяками, питаются водорослями, и практически все рыбы-хирурги, несмотря на то, что он вооружен скальпелем, они питаются водорослями. Нерестятся с декабря по июль, и во время нереста они держатся стаями. При совокуплении они плывут вверх вместе, вот как бычки некоторые. Даже не некоторые, как все бычки, вот он вверх плывет, потом доплывают они до самого верха, и там они выметывают икру, и тут же ее оплодотворяют. О потомстве не заботятся, икра, получается, сразу идет в планктон, и планктон потом она и ест. Личинка, в смысле. Личинка еще не развивает этот хвостовой шип, по которому называется рыба-хирург. То есть она обычно на обычную рыбу походит, и вообще не походит на взрослую рыбу, поэтому их выделяли в отдельные виды. Первоначально, потом показали, что это личинка рыба-хирурга. Развивается она порядка двух с половиной месяцев, за это время достигает где-то трех сантиметров, и довольно быстро трансформируется во взрослую рыбу в течение пяти суток. У нее появляются темные полосы на теле, закладывается хвостовой шип, и исчезает ядовитость колючек. То есть когда она маленькая, она ядовитая, когда большая, не ядовитая. И у нее удлиняется пищеварительный тракт. Когда она личинка, она питается вообще-то зоопланктоном. То есть она мясо ест, креветок. А когда она взрослая, она питается водорослями. Чтобы водорослями питаться, нужно дольше переваривать. Поэтому у нее увеличивается практически в три раза пищеварительный тракт, и она переходит на питание водорослей. Растет она при этом довольно быстро. Но известны еще синие хирурги, единороги, у которого есть рог на лбу. Мясо, говорят, съедобно, но оно не растительноядное, поэтому вкус мяса плохой. К тому же может вызывать сегуатеру, о которой я рассказывал. Семейство Занкловое тоже считается хирурговидное, но отдельное семейство. И там единственный вид – мавританский идол. Вот он походит на рыбу-бабочку, очень такой своеобразный. Вот единственный вид в своем семействе. Выдающееся вперед рыло, гибкие зубы, полосатая окраска, покрытое мелкой чешуей вот такое вот тело, сжатое очень. Позади угла рта имеются острые шипы в молодости, а когда она уже вырастает, у них острые шипы исчезают, но могут возникать роговидные выросты между глазами. Длина чуть-то около 22 см может достигать коралловые рифы, мелководья. Питается, в общем-то, губками-мшанками, то есть объедает эти неподвижные примитивные существа с камней. У арабов побережья Африки, у мавританцев, она считалась священной рыбой, поэтому называется мавританский идол. То есть они ее не ловили, если она у них случайно попадалась, они ее отпускали. Семейство сигановые или пестриковые, тоже это у нас хирурговидные сиганы, они еще называют. Голова рыбы напоминает кроличью морду, поэтому также называется рыба-кролик. Своеобразное строение брюшных плавников, в которых имеется три мягких луча, заключенных между двумя колючками, внутренняя и наружная колючка. Плавниковые колючки ядовитые, поэтому сигановые, если поймать, то надо с ней осторожно, в ранку яд впрыскивает, потом ранка долго не заживает. К эти сигановые вообще-то пестряки, по-русски называется, или пестряки, или сиганы, можно и то, и другое в интернете встретить. Их порядка 30 видов. Известный пестряк орамин, южно-китайский, пестряк лис, вот такие вот виды, обитают в прибрежной зоне морей, заросшие подводной растительностью скалы и рифы, и многие тоже едят только водоросли. Хирурги, они вообще растительноядные, в том числе и сиганы. Стаями ходят и общипывают водоросли с камней. Причем, когда они пасутся, они вниз головой вертикально присасываются к камням и объедают водоросли. Личинки пестряков где-то порядка 2,5 см плавают на поверхности, где-то, когда уже дорастают, вот до 3 см опускаются на дно и переходят к питанию водорослей. Пестряков ловят и даже иногда разводят. Ну, можно тоже отравиться мясом, на какую-то водоросль едят отравленную, и поэтому фигуатера. Ну, об этом я рассказывал. Подотряд волосохвостовидные, довольно своеобразные, потому что они удлиненное тело имеют. Два семейства, гемпиловые и волосохвостые. Ну, вот семейства гемпиловые, я уже их тогда вырезал тоже из жизни животных, чтобы было видно, какие рыбы своеобразные друг от друга резко к тому же отличаются. Вот сюда снег относится, который в прибрежных районах у берегов Южной Африки, Южной Астралии, Чили. Снег – крупная рыба до 20 кг, 135 см, и крупными стаями ходит там в Южной Африке. Считается деликатесом, копченое оно там, соленое и так далее. Ну, снег кусается, то есть, когда его ловят, у него острые довольно клыки, и может кусаться, у него там есть какое-то ядовитое вещество тоже. Рувета, вот она есть тут на картинке под номером 2, довольно крупная, заметно, да, но она на значительной глубине тропики, субтропики, масса у нее 45 кг, длина до 2 метров, то есть рувету эту можно вполне ловить. Ее ловят на специальной удочке, а крючке опускают на глубину 300 метров и ниже, потому что она глубоководная, но она довольно большая, жирная причем. И вот ее там ловят, это куба, полинезия, вот такая глубоководная рыба. Змеиная макрель, гемпил, это вот номер 1, такая вот вытянутая до 1 метра. Она довольно обычная, по всем океанам, днем обитает на глубине, ночью поднимается к поверхности, привлекается всякими фонарями и прочими источниками света. Ловит она нахищные, ловит она летучих рыб, кальмаров, анчоусов, при этом может прыгать над поверхностью воды, вот такая вот изогнутая. Ну и, наконец, семейство волохвостовые или рыбы-сабли. Очень вытянутое тело, это вот то, что внизу, это различные сабли рыбы. Вот прямо змея такая плавающая. Длинный спиной плавник, тут можно на схеме заметить, от головы до хвоста, и у некоторых хвостовой плавник вообще отсутствует, может даже без хвоста быть. Морские рыбы поверхностных слоев воды, около 20 видов, наиболее известная рыба-сабля, на которую едят, на которую можно, в принципе, охотиться. Китай, Корея, Япония целыми сетями эту саблю рыбы едят, ловят. Может встречаться у нас в районе Владивостока, где вообще вся природа напоминает китайскую. Быстроплавающая хищная рыба, сабля рыба, придонные слои воды, тоже в темное время суток поднимается к поверхности. Хищная, питается всевозможными рыбами, быстро растет, длина 2 метра и масса килограмм. То есть очень длинная, но легкая, потому что она вот такая вот худая. Ну и близкие к рыбе сабли, угольная рыба сабля, лепидопа, бентодесма и так далее. Продолжение следует...